Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сейчас речь пойдет об опасном вредителе облепихии, облепиховой мухе. Облепиховая муха это самый опасный вредитель облепихии, повреждающий плоды как в саду, так и в диких зарослях. В отдельные годы повреждает до 90% урожая. Зимуют мухи в лажнококонах в почве на глубине до 10 см. Вылет вредителя начинается в середине июня и продолжается до конца июля. Особенно активен вылет в теплую солнечную погоду. Откладка яиц начинается через 2 недели после вылета, в конце июня-начале июля. Самки откладывают яйца под кожицу плодов по одному-два в каждый. Одна самка откладывает до 200 яиц. Через неделю из яиц отрождаются белые безногие личинки, которые обитают внутри плодов, питаясь их мякотью. Поврежденные плоды темнеют и засыхают, оставаясь висеть на ветвях. Наиболее сильно повреждаются облепиховой мухой чуйская, пантелеевская, оранжевая. Меры борьбы. Первое. В начале июня провести мульчирование приствольных кругов торфом, перепревшими опилками, землей слоем 10 см, для создания препятствия вылету мухи. Второе. С этой же целью приствольные круги в радиусе кроны можно укрыть пленкой. Дополнительно в конце июля на пленку набросать земли слоем 5-7 см, чтобы личинки окукливались в этом слое. В сентябре землю просеять через сито с диаметром ячеек не более 5 мм и уничтожить коконы. И третье. Снизить численность мухи можно с помощью клейких желтых ловушек. Используют желтую пленку или бумагу, выкрашенную в желтый цвет, размером 20 на 20 см и энтермологический клей. Вот такие простые меры помогут перебороть этого опасного вредителя. К счастью, у меня на дачном участке этот вредитель не попадается. Но если появится, то вот, я думаю, вот эта информация пригодится. В конце пожелаю всем выращивать облепиху, получать хорошие урожаи. Всем всего самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»